Замечу, что инициативы МВД по ослаблению наказаний за административные правонарушения, а фактически ведь речь идет о более доверительных отношениях между властью и гражданином, так вот эти инициативы перекликаются с тем, что на уходящей неделе говорил президент. Александр Лукашенко, принимая вновь назначенных руководителей, попросил их не забывать о том, что каждый человек имеет право на выражение собственного мнения. Да, после того, как решение принято, нужно его реализовывать, а не забалтывать. Но при этом каждый из нас должен иметь возможность высказывать, обсуждать и предлагать то, что он считает правильным. Мой коллега Александр Злобин обобщит президентские тезисы, с которыми в ближайшее время предстоит работать всей властной вертикали. О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса. 78-й указ президента, по сути, должен стать настольным документом руководителя любого звена. В нем ключевые ориентиры работы власти. Главный человек, а значит, поддержка социальной сферы, образование медицины неизменно. Также в указе «Красные линии» проходят требования мобилизации госаппарата. Требования логичны, но как его реализовать? Правительству еще предстоит разработать эффективный правовой инструментарий, чтобы указ заработал в полную силу. Пока же президент, как автор документа, разъяснил четко и доступно, какой работы он ожидает от местной вертикали. Время выбрало нас, поэтому нам придется в это время жить и делом заниматься, выдавать результат. Порядок должен быть во всем. Не надо там излишне зажимать людей и прочее. Пусть работают, показывают себя, но технологическую дисциплину никто не отменял. Дисциплина и технологический диктат – те самые внутренние резервы, которые помогут сократить издержки производства. В агросекторе Александр Лукашенко видит даже больше потенциал, чем те 25% удешевления себестоимости, которые прописаны в указе. Говорят, там не хватает удобрений, поедем в Россию закупать. Я еще три месяца назад сказал, вы сделаете максимум для того, чтобы на своих предприятиях произвести удобрения и поставить селу. Поэтому надо напрячь, до предела напрячь и лично вмешаться в это, напрячь азот наш. Сколько они еще смогут произвести? Это большие деньги. То есть надо заняться решением элементарных вопросов. Решив их, вы найдете те 25% себестоимости, о которых я говорил. А в сельском хозяйстве, я вам скажу, это не 25% себестоимости. Мы там огромные деньги можем найти. Перевод промышленности на современные технологические рельсы – еще одно из требований для новой экономической модели. Впрочем, многие руководители не спешат выйти из производственной зоны комфорта, предпочитая не рисковать и двигаться по пусть и устаревшей, но проверенной десятилетиями колее. На встрече с назначенными руководителями вузов Александр Лукашенко задал вопрос, почему сцепка наука производства пока не дает ожидаемого результата? Многие ученые, разрабатывая новые технологии, новые предложения, к сожалению, иногда и побаиваются доводить дело до конца. То есть, условно говоря, руководители предприятий, гигантов наших, мощных, они иногда на самом деле очень боятся изменения технологических режимов и так далее. Сейчас результат должен быть за руководителем Академии наук. Все должно быть. Там он пришел, дал задание промышленникам, и пусть только не сделает. Он за это отвечает. Если кто-то его не понимает на каком-то этапе, приди, доложи президенту. Он должен прийти и сказать на предприятие, министру, так, вот это внедряем. Посмотрим, какой это даст эффект. Рост и диверсификация экспорта – задача для заместителей премьер-министра и министра иностранных дел. Именно поэтому белорусский МИД активно обновляет свою структуру и кадровый состав, усиливая свой внешнеторговый потенциал. Разумеется, во время назначения речь шла о кадровой реформе, которая предполагает и сокращение бюрократического влияния на экономику, и работу на результат, и персональную за него ответственность. Распределение функций и оценка эффективности работы в 78-м указе прописаны предельно конкретно для всей вертикали власти. Премьер-министр отвечает за макроэкономическую стабильность и управление внешним долгом. Министры – за импортозамещение и привлечение иностранных инвестиций в отрасли. Губернаторы – за инвестиции, но уже в регионах. И, наконец, председатели райисполкомов – за создание новых рабочих мест и оздоровление сельхозпредприятий. Очевидно, такое четкое распределение полномочий и зон ответственности должно отразиться на результате, ведь работа каждого управленца будет видна как на ладони. Александр Злобин, Дмитрий Буй, ОНТ «Контуры». Александр Злобин, Дмитрий Буй, ОНТ «Контуры»